Ну и какой восточный базар или торговый центр без знаменитых персидских ковров? Сюда надо идти, даже если вы ничего не собираетесь покупать. Это настоящий музей древнего искусства. Искусство создания ковров было развито на территории современного Ирана уже в пятом веке до нашей эры. Сохранились свидетельства того, что персидские ковры произвели неизгладимое впечатление на Александра Македонского, да и вообще на всех, кто оказывался в этих местах. Турки во время военных набегов даже угоняли в плен персидских ковроделов, потому что сами повторить их тонкую работу просто не могли. Сейчас ковры считаются самым знаменитым достоянием персидской культуры. В узорах зашифрованы поэтические мотивы, и каждый имеет свою историю и свой смысл. Но оценители по узору рисунку ковра могут безошибочно сказать, где он был произведен и когда, потому что каждая школа ковроткачества очень бережно хранит свои традиции. Вот посмотрите, это просто фантастика. Этому ковру больше 200 лет. Он выглядит абсолютно как новый. И 200 лет для иранского ковра не предел. Многое из того, что здесь хранится, было соткано в эпоху правления Каджарской династии. Семья Куроша Азарахша занимается коврами уже почти 110 лет. И в их коллекции есть поистине бесценные экземпляры. Мы коллекционерами. Мы все из саллийян, которые из наших странах по нас реседут. Мы сжимаем. Мы сжимаем, саллийян, саллий, саллий. Мы сжимаем, сжимаем, сжимаем. Мы сжимаем фарш Техран, примерно 300 сантиметра. Фарш Газввин, фарш Кашан 300 сантиметра. В Иране насчитывается порядка ста разных школ ковроткачества. В каждом регионе свой стиль и свой узор. Настоящий знаток с первого взгляда, не дотрагиваясь до ковра, точно может определить, где он был соткан. В Исфахане, Тибризе, Тегеране или где-то еще. Мердам в Аммантае, кея фрешу бафтан, че мигат? В донбассе че бодат? В форме корман минулит. Керман, в бантае очень коврит и комитет в районе, в морсельной Айране. Ихонерманга, по крайней мере, их кембуд и карави и... В Аттир Гранцки, корман, фреш Терран, в ее нефтябре с трех. Один из мельчинцев из моховцев лиманое brilliance на фреш Террана. дозовь я думаю, что все события и всей жизни в мире это связано с ней в этом отношении у тебя есть я думаю, что бы так в общем, болезнь Вот этот ковер с узором, который называется «Цветок Шаха Аббаса», четверо мастериц создавали около семи лет. Такое не повторить. Говорят, в конце прошлого века Китай захотел освоить новый для себя бизнес. Изучить и внедрить у себя ковроткачество. В Поднебесную пригласили группу иранских мастеров. Они должны были обучить несколько миллионов китайцев. Технологию освоить удалось. Но исчезло волшебство. То, что отличает настоящий персидский ковер ручной работы от машинной копии. Покупатели перестали видеть в ковре душу, и бизнес провалился. Покупатели перестали копии. Возвращение с машинами или с помощью пассажиров Кешворей другие могут попить Но не могу Существует... ...вы в прошлой тысячи салетях ...тпя бы мы вешать ...а я не могу найти ...но он будет жить в горы И вот то, что я могу найти Возвращение в Иране Возвращение в Иране Возвращение в Иране Возвращение... ...возвращение в это не будет И вот, что я могу длина ...ко нужно... Ковёр, который пару лет назад подарили российскому президенту, по словам Амира Гамбариния, тоже улыбается. Это произошло в июле 22-го года. Тогда Путин приезжал в Тегеран, встречался с духовным лидером и президентом Ирана. И Гамбариния было поручено выбрать ковёр, который от имени высшего руководства Ирана будет подарен российскому президенту. Такой знак внимания – вещь серьёзная. Ковёр должен был соответствовать многим критериям. В стилистике должны преобладать исламские элементы – цвета, узоры, ассоциироваться с Ираном и при этом быть приятной глазу русского человека. Размер ковра тоже должен был быть подходящим. В итоге Путину подарили шёлковый иранский ковёр ручной работы размером 3 на 2 метра, в зелёных и золотисто-жёлтых цветах. Мы не знали почему. А россияне вообще какие ковры выбирают? Силк, обрешам, шелк, бейдж, бейдж.